Вечер, набитый автобус, недовольные люди, которые хотят как можно быстрее попасть домой, где ждут мужья, жены, семья, дети, где весело и хорошо, где тепло и уютно. Нелюбимая работа, это ужасно. Нелюбимая работа, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Вы понимаете, что испытывал наш герой, человек по имени Евгений, который прислал эту историю на мою почту. Он говорит, Дима, понимаешь, меня очень воодушевляли всю жизнь твои видео, которые были полны какой-то энергии, каких-то открытий, которые как голубое небо простирались в моем сознании. Мне всегда было интересно, как человек, который, можно сказать, плавал у самого дна, мог просто в один момент, просто в одну секунду изменить свою жизнь. Евгений, если, ребята, забежать немножко вперед, это обычный человек, такой же, как я, как ты. Он среднего роста, он иногда ходит в зал, он женат, женат на школьной любви. Говорит, Дим, ты знаешь, сейчас мне 34 года, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что эти 15 лет такие сознательные, такие вот нормальные, такие вот активные, да, пролетели как один миг. Хорошо, конечно, вспоминать детство, хорошо вспоминать юность, когда ты бегал за соседкой Наташкой и пытался залезть ей под юбку. Но потом время просто полетело с 20 до 30, как один миг. И вот этот миг всегда кажется, что он будет идти долго, а он пролетает ежесекундно, ежеминутно. И ты смотришь в зеркало, а тебе 35. А тебе 35, и ты думаешь, а к чему я пришел? Что у меня есть? А реализовал я себя? А видел ли я себя таким, какой я сейчас? В 20 или в 25? Нет, мать его, нет. Я хотел быть другим. Я не хотел ездить на этом автобусе, на эту работу. Я не хотел работать тем, кем я работаю. Я хотел все иначе. Наш подписчик, чтобы вы понимали, живет в миллионнике. Да, да, ребят. Он не хочет, чтобы я называл его город. Ну и ладно. Он не хочет, наверное, боится. Он, наверное, думает, что кто-нибудь из его друзей или знакомых увидит и скажет, ага, истории пишешь, значит, ты чем-то недоволен. Это точно про тебя видео. Это все не важно. Это все не важно, ребятки. Важно только то, кто ты есть. Важно только то, что ты думаешь. Это важно. Говорит Евгений, Дим, расскажи вот немножко обо мне. Пусть подписчики, да, портрет такой своего рода нарисуют в своих головах и скажут, и скажут. Да, он нормальный или да, он средний. Да, он такой же, как мы или нет. Нет. Какой-то он все-таки не такой. Какой-то он странный. Затихли. Вам интересно. Вам стало интересно. Чтобы вы понимали, Евгений, у нас отличник, круглый, школа, золотая медаль, институт, красный диплом. А потом, а потом, а потом что-то пошло не так. Он говорит, я не представляю, как так получилось. Я не представляю, как титанические плиты могли тронуться, двинуться, как могла моя жизнь зайти в такой тупик, но на сука зашла. Я реально отличник. После школы я стал думать, а кем же я хочу стать. Была мода на юристов, на менеджеров, на различных финансистов, на людей, которые работают с ценными бумагами и т.д. и т.п. Знаете, вот эти вот истории, да, когда после девятого класса сначала люди друг у друга спрашивают на переменке, ну, что ты решил, ну, что ты не решил. А все такие, да, да. Я решил, например, ухожу, да, после девятого. А куда же ты уходишь? Ну, я ухожу там в училище или в лицей. Ты что хочешь там сварщиком, грузчиком стать, да? Да, лицей, профессиональное училище, каблуха, хабза. Каждый по-своему все это называл. Называйте, как хотите. Это всегда ассоциировалось с каким-то днищем. И Евгений тоже на тот момент ассоциировал это с каким-то днищем. Это какая-то чернота, это какая-то такая вот тема, которая, ну, явно не заслуживает того, к чему он хотел бы идти в этой жизни, да. Хотя некоторые с его класса, как он говорит, ушли, да, ушли. И пошли. Кто в училище, кто в лицее. Кто-то потом там в Якутию уехал алмазы добывать. Кто-то потом просто стал сварщиком. Кто-то в Норильск поехал, да, разные истории. Но наш герой пошел дальше. Он решил учиться на юриста. Он хотел стать известным адвокатом. Он хотел выступать в суде, да. Чтобы его знали. Его имя ходило бы по модным журналам, да. Его визитку бы передавали звезды шоу-бизнеса. Он говорит, я думал, что к 30 годам у меня будет своя адвокатская контора. На меня будут работать люди. Мое имя будет, возможно, в списке Forbes. И все будет круто. Я буду каждый день трахать жестко. Блондинок, брюнеток, шатенок. Меня будут знать абсолютно все. Виски будет просто брызгать по моей квартире, да. Крутые телочки, деньги, кадиллаки и т.д. и т.п. Но, ребятки, давайте спустимся. Сука с небес на землю. Что потом произошло? А потом, к сожалению, да или к счастью, но, наверное, больше к сожалению, наш подписчик так думает, что-то пошло не так. Так, к окончанию Академии он резко понял, что все это не его. И работать он здесь не хочет. Он понял, что вообще ничего не хочет. Да, да, такое бывает. Такое бывает по статистике очень часто. Когда человек очень хорошо учится, когда человек перенапрягает свой мозг настолько, что у него потом возникает просто апатия. И он говорит, после того, как я окончил, я просто устроился на обычную работу в какую-то юридическую компанию и, можно сказать, как говорится, переворачивал календарик в руках ручкой. Ручкой на столе переворачивал календарик. Это называется так. Оклад в 30 тысяч рублей и никаких абсолютно перспектив. Да, сложно, сложно. Он говорит, я не знал, как из этого выйти, я не знал, что предпринять. А потом появилась она. Девушка устроилась к нам в компанию. Я разговаривал с ней. И я как-то, говорит, сначала не обращал внимания, потом как-то она стала обращать внимание, а потом я понял, что я влюбился. Мы стали вместе жить. Я бы не сказал, что любовь была такого уровня, как у Рамы и Джульетты, или как у Розы и Леонардо Ди Каприо на «Титанике». Да, все было проще. Ну, я понял, что именно такой. Да, я и представлял себе свою жену и т.д. Жена так же работала в этой системе. Да, все, говорит, хорошее однажды заканчивается. Заканчивается оно тогда, когда у нас родился совместный ребенок. Денег стало не хватать. Она ушла в декрет. На мои 30 тысяч это вообще не вариант. Я начал думать, что делать. Отучился сначала на категорию «С», поработал в распределительном центре одной известной компании, которая продуктами занимается. Дальше, а дальше я, он пишет, пошел на категорию «Е» и стал дальнобоить. Стал дальнобоить. Боже мой, в какие только уголки я не заезжал. Это и прекрасная лесная Карелия, говорит, очень понравился регион. Это и юг России. Мы, говорит, в сторону Томска. Омска часто ездил. Меня перебрасывали, куда только не перебрасывали. И 100-110 тысяч, в принципе, зарплата отличная. Жена так бравенько принимала эти денежки на карту, скидывала мне то пуховик, который она купила ребенку, то скидывала мне столики различные также для ребенка, то еще что-то. Вроде бы я понял, что ничего страшного. Да, я был умный, да, я был успешный, да, я был с амбициями. Потом я потерялся на какой-то момент. Но потом я встретил женщину своей мечты. Она мне родила прекрасного ребенка, которого я очень люблю. И вроде бы все, что требовалось бы от меня, зарабатывай. Содержи свою семью, ведь ты же волк, ведь ты же добытчик. Ты мужчина. И я, говорит, все это сделал. Однажды я возвращался с рейса. И получилось так, что я должен был на два дня позже возвращаться с рейса. Но я вернулся за два дня раньше. Я открыл квартиру своим собственным ключом. И сразу мне в глаза бросились мужские туфли. Самые страшные мои опасения вгрызлись в мой мозг. Я просто в одежде ринулся вперед по коридору. Дальше начал круто разворачиваться и просто с колена открывая дверь спальни. На моем диване с моей женой лежал огромный волосатый мужик. Лысый, старый, вонючий, толстый мужик. Он долбил мою жену, да, ребятам. Долбил ее просто вовсю. Она визжала, вероятнее всего исполняла. И я просто замер. Тут они увидели меня. Огромный волосатый мужик просто встал и замолчал. Жена посмотрела на меня, перевела взгляд на мужика. Пятисекундное молчание. Мокрое пизденье, с которой что-то лилось. И, соответственно, финальная речь. Извини, ты не так понял. Я просто разворачиваюсь, как в армии, и шага марш. Больше я в этот дом никогда не заходил. Мой характер именно таков. Я никогда не возвращаюсь туда, где меня предали. Я никогда не пытаюсь склеить то, что разбито навсегда. Назад дороги нет, только вперед. И вот здесь, и вот, сука, в этот момент все мои просто фибры активировались. Видимо, блядь, такой был толчок моему организму. Видимо, так карма повернулась ко мне лицом, что все силы богов одновременно бросились, то есть на реализацию каких-то моих целей и каких-то моих внутренних амбиций. Внутренняя энергия просто брызгала, как лава из самого крутого и крупного вулкана на планете. Я воспринял это так. Ты, Женя, никчемное и паное существо. Ты никто, ты просто дальнобойщик, которому даже жена изменяет с каким-то пузатым, волосатым, сука, жирным мужиком лет 45-50. Ты никчемен. Ты ничего не смог придумать лучше, кроме того, как съебаться за 7-5 тысяч километров на 2-3 недели и заработать вшивые 100 тысяч рублей. Ты не смог сделать абсолютно в этой жизни ничего, чтобы ты жил дома, чтобы тебя видел ребенок и чтобы жену трахал ты, а не какой-то жирный волосатый мужик. Кто ты? Подошел, я говорю, к зеркалу, взглянул. Никто, никчемное существо. Сука, срочно, срочно что-то делай, срочно измени свою жизнь. И вот это, ребята, было точкой. Вот это была точка невозврата в истории Евгения. Он резко понял, что жить нужно по-другому. И спасибо той жене. И спасибо тому мужику. И спасибо той работе дальнобойщикам всему. Спасибо, Евгений. Выпил бутылку водки. Уснул. Вызвал шлюху. Это была самая божественная шлюха. У нее были рыжие волосы. Господи, как же она сосала. Она сосала так, что... Да можно застрелиться просто от того, как она сосала, пишет Евгений. Но она заглатывала яйца. Блядь, это очень серьезно. Это очень, говорит, круто. Я помню этот отцов. Самый классный отцов в моей жизни. Не знаю почему. Может быть, потому что я пьяный, говорит, просто в хлам. Может быть, потому что у меня сейчас такой эмоциональный всплеск. Может быть, потому что... Да не знаю, говорит, почему еще. Но, наверное, просто охуенный отцов. После этого отцов, после этого секса, я встал просто иным человеком. Я понял, что нужно что-то делать. Когда ты не знаешь, что делать... Правильно, говорит. Дима, ты сказал однажды в ТикТоке. Спасибо, брат. Он говорит, нужно погулять. Да, ребята. От себя хочу добавить. Прогулка – это лучшее исцеление. Прогулка – это лучшая фокусировка мысли. Прогулка – это лучший отдых. Ничего нету лучше прогулки. Испокон веков. Все-все наши предки, все звери, всякие хмасапинсы, кто там еще жил в пещерах, сука. Люди вот эти вот с волосатой. Издавна там 200-300 тысяч лет назад. Они все занимались прогулкой. Они выходили с утра. Гуляли, они бегали, прыгали. Они так, как сейчас. Нам сказали, сядьте, вы работать должны, сели. Вот вам обезьянь хуета. Дали вам компьютер, мышку. Давай, ебаж. Смотри, файлы там еще какие-то, я не знаю. Вы же айтишники. Давайте, давайте, айтишники. Деградируйте. Прогулка, ребятки. Это то, что избавляет человека от различных мыслей. Прогулка – это то, что убирает из твоей головы всякий мусор. Прогулка – это то, что тебя делает на самом деле лучше, стройнее, целее, вычерпывает, как просто половник из вонючей, затхлой кастрюли все дерьмо. Запомните, гуляйте. Он пошел, он начал гулять. Парк, лес. Птички, белки бегают. Все классно. Никого нет, никого не надо. Только один, один. Запомните, что рано или поздно мы все останемся одни. Даже великие люди говорили, что одиночество – это один из тех контрационных узлов, тех моментов, когда все самое лучшее приходит в твою голову. Когда реализуются все твои внутренние амбиции. Когда реализуется весь твой ресурс. Когда реализуется все то, что копилось много лет. Это состояние одиночества. Некому сказать, ой, ты не прав. Некому поправить, что он может быть не сейчас. Некому вставить, что, возможно, подожди, сейчас не время. Некому-некому, ребятки. И вот в этот самый момент начинается прогресс. В этот самый момент начинается то, что ты задумал. В этот самый момент начинаешься ты. Евгений понял. А в общем-то, я же не глупый человек. Евгений понял, что в общем-то. Я хорошо учился. Меня любили люди. У меня были друзья. У меня было все. А что, что, что пошло не так? Он задумался. Он сел на лавочку. И подумал. Да, говорит, в общем-то, ничего. Я, говорит, просто понял, что я прожил жизнь в каком-то тумане. Я понял, что этот отрезок жизни я прожил, как не пойми кто. И я решил бросить все свои силы на реализацию себя как личности. Если я умный, мне должен быть богатый, подумал Евгений. И, собственно, оно и правильно. То есть, произошло, ребята, простыми словами, самопознание. Произошло то, что ограничило, можно сказать, металлическим забором его цель. Огородило тот участок, насчет которого он определился. Он хочет стать богатым. Он поставил перед собой эту цель. Прошло три недели, он говорит. Я в этот момент просто, говорит, ходил, гулял. У меня была какая-то сумма денег. Естественно, я виделся со своим ребенком. И я не хотел абсолютно слушать никаких оправданий, никакой дичи со стороны жены, которая, в общем-то, сильно и не раскаивалась. Я думаю, говорит Евгений, ей понравилось стонать под волосатым мужиком. Даже, вероятнее всего, он ей приплачивает. Либо у них какие-то другие коммерческие условия данного процесса. Вероятнее всего, но точно не знаю. Если даже лысый мужик это увидит, пусть он не обижается. Он на самом деле навсегда исправил и откорректировал мою жизнь исключительно в нужное русло и в нужном направлении. Огромное ему спасибо. И да, ребята, если не дай бог, а может быть и дай бог, в вашей жизни случилось что-то подобное, скажите судьбе спасибо. Спасибо, вы не ослышались, потому что весь этот сброд, все эти люди, все те, кто вас не любят, все те, кто вас готов предать, они не заслуживают даже секунды того, чтобы мы о них здесь говорили, пишет Евгений. Очень, очень, очень серьезные строки. Ой, как же, как же пропитаны, знаете, болью и страданием эти строки, которые я читаю сейчас. Ребята, какой сильный человек, Евгений. Спасибо низкий тебе поклон за то, что ты наш канал смотришь. Уважуха просто. Прошел примерно год. Он говорит, я подрабатывал на разных работах, жить ушел к матери, жилье оставил, естественно. Обидно, да, больно, ну, куда деваться. И я понял, что нужно что-то делать. Очень сложно решиться. Очень сложно что-то начать. Но начать нужно. Потому что самый ценный ресурс – это время, ребята. И самое обидное, что иногда это время мы тратим на совсем ненужных нам людей. На совсем ненужной нам работы. Вы только задумайте, что человек каждый день, когда едет с 19 этажа в лифте, тратит около двух минут на этот лифт. Две минуты туда, две минуты обратно. Получается четыре минуты в день. А умножьте это на месяц, умножьте это на год, умножьте это на жизнь. А представьте, что некоторые люди тратят 10 лет своей жизни на каких-нибудь шаболтах. Действительно. Или на каких-нибудь козлов, которые их не ценят, их не любят, им изменяют. Господи, какие же сильные силы заложены в этих строках. У меня просто, сука, падает уже все в комнате. Это жесть какая-то. Это трэш какой-то. Это действительно божественная история. Хоть бы их было бы побольше. Ребята, Евгений переходит к сути. Он говорит, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь. Идите каждой своей дорогой. И запомните, если жизнь вас толкает, пинает, да, опрокидывает, то это, вероятнее всего, вас ведет. Он, Всевышний Бог. Называйте, как хотите, вселенский разум к чему-то более серьезному. Вероятнее всего, к вашему предназначению. У каждого оно есть. Женя изучил очень много информации, очень много различных трудов. И он понял, что на самом деле у каждого из нас есть свое предназначение. Я шел, говорит, однажды по дороге, и смотрю, что у машины, можно сказать, отлетело колесо. Я подошел, говорю, здравствуйте. И здесь из-за этого автомобиля, это был кроссовер, говорит, который, наверное, повыше даже меня ростом. Выходит девушка, ну, лет 33-4. Говорит, ой, вы знаете, да я вот что-то не понимаю, что происходит. Он говорит, девушка, да вы просто налетели на яму, да, и у вас на самом деле оторвалось колесо. Она говорит, да это вроде не яма была, и мы подошли вместе, и это оказался люк. Вы представляете, открытый люк на дороге. Девушка просто себе напросто оторвала колесо по самые корни. Это, ребята, на самом деле пипец. Кто украл люк, крышку, вернее, остается загадкой. Ну, если их уже начали воровать, наверное, у людей есть на то какие-то причины. Мы разговаривали с ней, она попросила помочь, и, соответственно, мы вызвали вместе эвакуатор. И дальше она говорит, ну, вы не могли бы мне там свой номер дать или еще что-то. Я даже не знаю, как в такой ситуации поступить, что делать. И, в общем-то, мы с ней прыгаем в этот эвакуатор, и едем в один сервис, в котором я уже когда-то давным-давно ремонтировался. Это сервис моего друга Олега. Олег опытный автослесарь. Девушка рассказала, что она сама по себе художник, что она даже не ожидала, что такое бывает. Но больше всего Женя говорит. Я смотрел на нее и думаю, интересно, вот замужем она или нет. Ну, такие вещи не тактично, сами понимаете, спрашивать. Кстати, водитель эвакуатора подумал, почему-то, что мой муж с женой, ну да ладно. Обратился и спросил, ваша жена за рулем была? Я, говорит, так засмущался. Она тут перебила и говорит, да, я за рулем была, давайте загружаем, едем. Ну, вот. А отогнали в сервис. Олег вышел и говорит, ребят, ну, понимаете, тут все серьезно. Давайте ее оставляем. У меня сейчас все занято, подъемники заняты, нужны запчасти. И вообще нужна, вероятнее всего, экспертиза всего процесса. Она говорит, да я забрала ее уже, экспертиза вроде как проводится. Когда автомобиль непосредственно при ГАИшниках оформляется протокол. Он говорит, ну, вероятнее всего, да. Короче, в итоге эту тачку они оставили там и поехали на такси. Она говорит, Жень, ты мне очень помог, давай посидим где-нибудь. Оставите вон там вот. И просто, говорит, тупо останавливаемся около первой кофейни, заходим. И начинаем разговаривать. Он говорит, слушай, ну, тебе повезло, ты могла бы сегодня это закончить бы как-нибудь иначе. Она, говорит, кладет мне руку на мою ладонь. Говорит, большое спасибо, я реально, говорит, хотела уже реветь. Я не знала, кто остановится. Что делать, как быть, ты мне очень помог-то так. Сорганизовал все. И тут она спрашивает, вернее, говорит, я, наверное, дома жена ждет. И здесь Евгений говорит, я не женат. И в ее глазах промелькнула, вы знаете, какая-то надежда. Мы разговорились, я не стал ей прямой вопрос задавать. Туда-сюда, третья, пятая, десятая. Она оказалась действительно талантливым человеком. Она занимает призовые места на крутых выставках, в том числе и зарубежных. В том числе и внутрироссийских. То есть, девушка реально художник, реально ее выставки пользуются спросом даже у иностранцев. Очень креативный человек. И, ребята, забежать вперед, говорит Евгений, вы знаете, совсем иной человек. Совсем иные какие-то жизненные цели, принципы. Не просто там детей настрогать, да и сидеть за мужем, как говорится. А у нее реально какие-то жизненные планы есть. А настолько я проникся этим человеком, настолько я подзарядился, как будто бы, что в процессе общения нескольких месяцев у меня появилась жизненная энергия. То есть, у меня появилась мотивация. Я как будто бы ожил их. Меня как будто бы укололи волшебным уколом, и я как будто бы понял, что все вперед, давай, зеленый свет, иди, хватит. Ты был в тумане, Женя. Ты не понимал, что происходит. А сейчас ты понимаешь, ты понимаешь, что вселенский разум, Бог, Создатель. На самом деле, Евгения просто поставил в нужное русло. Он как будто рубильник выключил. Он как будто бы ему сказал, все, это ты. Вот. Вот твой путь. Вот ты. Не тот, кто ты был, а тот, кто ты станешь. Это ты. Давай, дерзай. У меня начал сразу мозг по-другому работать. Куча теорий, куча историй, куча проектов, куча планов, куча того, куча сего. Вы знаете, я сфокусировал внимание действительно на одном продукте. Этот продукт очень довольно-таки, наверное, изъезженный, замыленный. Но, так скажем, в те годы он набирал конкретные обороты. Однажды ко мне постучался в дверь молодой человек и говорит, здравствуйте, я из компании, которая проверяет качество воды. Я запустил его к себе на кухню. Он развернул какой-то прибор, окунул его в струю воды. И прибор тут же показал, запищал какими-то разными кнопками. И тут он вытаскивает оттуда штуку, похожую на пробирку. И говорит, вы видите, что вы пьете? Пробирка черная на черная была. Я говорю, слушай, друг, ну, вероятнее всего, ты просто добавил, говорит, туда какой-то химреагент. Потому что, естественно, и по химии у меня пять было, пишет Евгений. Да и вообще, собственно, у меня всегда присутствовало критическое мышление. Да и в целом, в-третьих, молодой человек. Я видел однажды еще давно по телевизору такой проект, где люди ходили по домам и вот так вот дурили людей. Но в целом, он говорит, после того, когда я проводил молодого человека, я зашел в интернет и начал смотреть информацию о действительно нормальных, крутых фильтрах. Я наткнулся на одну итальянскую компанию, которая ищет, естественно, представителя на Россию. И, естественно, с ними связался. Они сказали и обозначили уровень, уровень, да, финансов, которые требуются. Как ни странно, но мне одобрили, говорит, банки кредит. Часть денег я занял у родителей и часть денег я занял у своего школьного приятеля, который также стал хорошим, между прочим, в отличие от меня, юристом. И ему эта сумма казалась, ну, просто смешной. Ребята, я открылся. Очень было сначала туго, но я ходил, ходил под дождем, под снегом, по подъездам. Рассказывал людям о своем, то есть, продукте. Показывал наглядные, давал пробы воды. Рассказывал, из чего состоят фильтры, где они производятся. Мне прислали буклеты, фабрики. Это все было очень круто и интересно. И потом я в итоге с одним банком вышел на контакт. И он разрешил, то есть, использовать, я как понимаю, расстройку на мою продукцию. Ребята, по истечению полутора лет у меня уже было около шести представителей. У меня уже был офис в центре города. И у меня уже был склад. Небольшой отапливаемый гараж, где лежали фильтры, комплектующие и сами установки. Я уже себя почувствовал более-менее счастливым человеком. Девушка, которая оказалась в тот день на дороге. Теперь моя жена. Да, ребята. Прошло уже много лет, конечно. Но вот эту историю, я бы, говорит, пишет Евгений, хотел бы ставить здесь как след. Как след того, кем я был. Что со мной стало. Кто есть сейчас. Ребят, никогда не сдавайтесь. Если даже вы отчаялись. Если даже в вашей жизни идет только черная полоса. И вы не знаете, когда она станет белая. Она однажды настанет, ребята. Она однажды настанет. Просто верь в это. Не сдавайся. И живи, сука, живи. Лайк. 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 Продолжение следует...